Слушайте, ну невозможно все время говорить о футболе. Люблю, ну. Ну, я и женщин люблю. Я понимаю, что новости спортивные. Ну, значит, давайте сегодня о теннисе и о волейболе. Ну, о женском хотя бы. Добрый день. Новости спорта на сайте аспорте.тв. И мы напоминаем наши новости для тех, кто следит не за собой, а за спортом. И начинаем, как ни странно, с женского тенниса. Маша Шарапова и Агнешка Радванска вслед за сиреной Уильямс и Виктория Азаренко квалифицировались на итоговый турнир года VTA Championship в Стамбуле. Появление Марии было просто делом времени. Мало того, что она это заслуживает игрой, так еще и со стороны Стамбула это было одним из требований при подаче заявки. Шарапова должна быть обязательно. А еще, конечно, не обязательно, но хорошо бы. Три-четыре блондинки в мини-юбках, с ракеткой и с любым рейтингом. Организаторы заверили, что для посещаемости женского тенниса в Стамбуле рейтинг вообще никакого значения не имеет. Пусть мужчины своими рейтингами меряются. У женщин совершенно другие ценности должны быть повыше и побольше. Вырисовывающийся уже постепенно состав участниц вселяет невероятный оптимизм в организаторов. Ведь неповторимы русские язык Азаренки, стоны Маши и булочки Сирены. Уже достаточный динамит под горячий Стамбул. Пару слов о женском волейболе. Победительница чемпионата Европы 2011, Евролиги 2009 и 2011, бронзовый призер Гран-при 2011-2013 года, доигровщица сборной Сербии Тиана Малисевич подписала контракт с Заречем. Вот скажите мне, почему нет в футболе понятия доигровщица? А в волейболе есть. Вот футболисты, они что, все полсколзы что ли? Вот представляете, доигровщик у Андрея Аршавина или у Анатолия Тимощука. Хотя это еще что? Вот доигровщик у Александра Бухарова. Вот где глыба должна быть. Потому что он же еще параллельно и допивальщик, и драчонщик. И до одного места все ему после всего этого должно быть. А нам остается только порадоваться за волейболистов и посочувствовать футболистам. А меня лично потрясла новость, что менеджер Владимира Кличко Берн Бенте исключил возможность повторного боя с Александром Поветкиным. Он заявил, когда такой боксер, как Владимир, выигрывает каждый раунд с таким преимуществом, нет смысла обсуждать возможность повторного боя. Да нам кажется, что это хер Бенте погорячился после матча. За такой матч букмекеры всего мира скинутся, чтобы он состоялся. Вместо унылых ставок, кто победит, появится огромное количество новых, реально непредсказуемых ставок. Например, вспотеет ли Владимир до восьмого раунда или только после девятого? Будет ли одевать Владимир перчатку на правую руку, если она ему в матче не нужна? Начнет Кличко запрыгивать сверху на согнутого Поветкина и незаметно для судей скакать, сидя на нем по рингу или по-прежнему ограничиться простыми нагибаниями? Будут ли в перерывах местом нашатыря Александру показывать репродукцию картины «опять двойка»? Если Владимир выходит с поясами, может ли Александр выйти с двумя своими медалями за отвагу четвертой степени и за движение головой в пах первой степени? Может ли, например, Владимир участвовать еще и в соревнованиях бодипикчеров, учитывая какой интересный рисунок и цвет лица он создал Александру всего за 36 минут? Одним словом, решение об отказе преждевременное. И мы ждем ваши вопросы и ставки на матч-реванш на нашем сайте и в нашем твиттере. А на этом на сегодня все. И помните, если завтра ничего хорошего не произойдет, у нас будут для вас как минимум плохие новости. Пока!